Все. До нормы вам заведены. Вот эти слова одни из самых спорных. Если их выполнять, все говорят, мы потерпим полное поражение. И нам не могут указать практически ни на какое общество, ни на район, ни на селение, ни на государство, где бы среди христиан бы это выполнялось. А что будет? Вопрос. Отвечаю. Что будет? Не знаю. А то, что мы сопротивляемся, убиваем врагов. Теперь мы уже знаем, что из этого получилось. Мы разбиты на голову. И у нас ничего нет. Слово Божие заложено. И его надо выполнить. Оно обязательно выполнить то, до чего оно послано. Благословляйте гонители ваши. Гонители были с первого века. Жития святых наполнены моментами, когда святые молились. Вот наша община называется в честь святого Анфима Некомедийского. Он молился за врагов. А помогло ему? Нет, конечно. Его казнили. А Климент Римский, в честь всего назван, наш детский православный лагерь, он тоже молился за врагов, а враги отрубили его в голову. А спрашивается, а для чего тогда молиться-то, если никакого толку-то нет? Да взял бы оружие и оборонялся, он остался бы жить, да сколько бы добра еще принес. По логике вещей так правильно. А вот Христос так сказал. А кому это тогда нужно? Может быть когда-нибудь? Какому-нибудь врагу это придет на память? Что это за мучение такое, что за врагов молятся? А главное для того, кто молится. Нам надо думать не о результатах молитвы, а об исполнении воли Божьей. Бог сказал. Это записано в Священном Писании. И все с повестки снято. Как это будет? Какие результаты? Не надо думать. Надо просто молиться. Даже в обыденном деле. Вот когда человек к кому-то не расположен, он о нем говорит не лучшее. Вот у нас в прошлое воскресенье тот человек и внезапно уехал. Люди, которые не расположены, уже начинают судить. Им говоришь, да не так. Нет. Это вы его завели. Это вы с ним обращались. Вроде дедовщину ему устроили. С кем жил поговорить угодно, стоит рядом человек. С кем до этого весной приехал и работал. Сохранились снимки, записи. Ничего не надо, ничего не принимать. Ясно, что за врагов не молятся. А ты молись за него и молись за тех, которые здесь и за того, которые сбежали. И ты увидишь кое-что. Увидишь в себе в первую очередь. Вот этот случай как раз и рассказал, что мы не расположены. Те, которые расположены, они сразу вздохали, начали плакать. Да что же это случилось? Да как-то так. Да мы так человека полюбили. Да он был здесь. Если человек этот ниоткуда может сказать. Жил на миру для своей воли. У него ничего нет. И все внезапно потеряно. И он упал опять туда. Живой детей или нет, неизвестно. Рассказывает. Он оставил покаянное письмо. Семь страниц. Как подходил грех к нему. Какие были мысли. Ни на кого не обижаясь. Я им тогда, ладно, скрыл места, где говорит о грехе. Принесу показы. Вот смотрите. А написать все можно. Следователь это будет иметь в виду. Своей рукой написал. Если человек написал, говорит, в моей смерти никого не вините. Я сам решаюсь в своей жизни. То говорят, ну это ясно, что его не убили. А самоубийца. Здесь я ничего не могу доказать христианам. И я понял, что вот это заповедь. Молитесь за врагов. Я тебе враг? Молись за меня. Пусть мне Бог это откроет. Если ты видишь, что не у врага, молись, чтобы ему Бог открыл. А главное, чтобы тебе Бог открыл. Предвзятое суждение не дает здравой мысли. А злоба вообще отнимает разум. Вот ведь как святой сказал. Мы понимаем, что это учение было новым. И притом апостол Павел это пишет господствующая в то время римской церкви. Рим главная держава мира. Англия, Испания все принадлежала одной стране. И все только на оружии держалось, как у России. Точно так же. И вдруг такое учение. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Посмотри, к чему они призывают. Это мы должны сдаться с врагами, молиться. Враг не сдается, его уничтожают. Ведь такой алфаизм горький. Выявил все-таки. А мы скажем, не так. Бьют в одну щеку, подставь в вторую. Это учение Христа. Кое-что о Христе есть в Коране. Но Магомед, он не христианин. И он говорит, Христа не распинали. Он просто был взят Богом, отцом, отцом. Они вообще не понимают, что они делают, эти люди. И мы можем молиться о любом случае и говорить. Человек не понимает, что он сейчас делает. Когда-нибудь хотя бы открой ему или детям, его знакомым, чтобы он увидел, что случилось. В первом послании к Коринфянам 4.12.13. Это же апостол Павел говорит, благословят нас. Мы благословляем. Гонят нас. Мы терпим. Хулят нас. Мы молим. Мы как ссор для мира, как прах земли. Всеми попираемы до ныне. И вот те, которые гнали гонителей, их никого нигде нет. Римская империя исчезла. Появилась инквизиция. Исчезла. Огромная, огромная держава. Самая большая, несправедливо захватившая столько земли Советский Союз. Такой тирании мир не знает от времен Адама. Ни слова не сказать, ни перекреститься. Все под запретом. 18 миллионов преступников в Компартии было. И вдруг все исчезает, как будто никогда и не было. Такая свобода. Храмы везде строят. Монастыри открывают. Говорим о том, что Библии печатают свободно у нас. Да мало товаров. И лагула печатают. И вели в школьную программу. Вводят вернее. Даже вообразить нельзя. В самом страшном сне. А почему? А молились. Кровь мучеников. Тех, которых убивали, они молились за народу. Они просили об одном. Господи, не имени им этого греха. Мы не просто молимся, а желаем, чтобы грех был стерт, и они были в раю. Как это понимать? Ну, нам нельзя представить муки вечные. Но здесь, когда мучают человека, мы видим. Вот его на площади. Начинает терзать. Раскалили печь. Жгут клещами. Вытаскивают язык. Лежут. Глаза выкалывают. И будут это за то, что он тебя обидел. Простили бы мы его или нет? А если бы эту болезнь растянули на день, на год, и мы бы каждый день видели. Да неужели бы все время помнили, а вот он мне сделал плохо. А это вечность. Целая вечность. Если ты не простишь, человек этот никогда, никогда царство Божие не убедит. И все остальное делается таким мелким, временным, маленьким. Хочется простить. Прости, Господи. Какое бы большое ни было для тебя здесь горе, потеря, ты все равно скажешь, это не вечно. Ну, было, убили. Да, подожгли. Да, родных, близких наших погубили. Но все уже на том свете. И убийцы ушли. А если они не спасены? Господи, прости. Они не понимают, что делают. А как не понимают? Они знают, они утверждают эту власть. Да. Они здесь понимают. Но они не знают, что за это вечно человеку придется рассчитываться. Бесконечно. Сначала будет, а конца не будет никогда. В первом послании Петр 2.21-23 говорит. Ибо вы к тому признаны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха. И не было без всему стах ему. Будущее злословие. Он не злословие взаимно. Страдая не угрожала, но предавал то судей правильному. А я не стерпел, я ответил. Почему же, когда тебя арестовали на допросе, вокруг тебя там 20 милиционеров. Почему там ты стерпел? Я его спрашиваю. А здесь ты какой-то упор. Назвали тебя козлом, не стерпел, человека зарезал. А теперь тебя называют козлом. Тебя бьют, ломают тебе кости, и ты все терпишь. Да. А иначе убьют. Ну маленько ты в голове, время это, прокурни вперед. Вам говори, что здесь люди, здесь ангелы, здесь Бог. Господи, проси. Все эти наши обиды, они не стоят ничего совершенно. Христос нам оставил пример. Первое Петра 3.9. Не воздавайтесь злом за злом, или ругательством за ругательством. Находим, благословляйте. Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. А если не прощаем, нет нам благословения, и мы его не наследуем. Прямо вывод. Это нам нужно. Чтобы мы прощали, дабы наследовать благословение. Вот для чего это нужно. А враг этого не понимает. В 1-м послании Теснанкистам 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Павел предупреждает в каждом послании почти. Только за зло злом не воздавайте. Ну какое тебе зло причинили? Мне пришлось беседовать с людьми, которые за то, что отомстили, они получили большие суроки. Но теперь бы ты простил ему, знаешь, что с тобой есть. Да конечно. Ну, мне от этого крыльной помощи-то никакой не сделал. Я уже не могу вернуть. Он все равно уже зло сделал. Так он злодей, убийца. Понимаю. Но ради Бога. Бог сказал. Его распынали. Это убийцы. Которые жизнь отнимали у царя царей. И у Господа господствующих. Тот, который мог двенадцать легионов ангелов вызвать сейчас же. Никто бы к нему не прикоснулся. А он шел, оставив нам пример. Как будто для того и пришел, чтобы мы шли по его кровавым следам и смотрели. А здесь и он безгласен был, как овца перед стригущим. Он безмолвен был. Страдая, не угрожал взаимно. В Деяниях Апостолов 7.60. И преклонив колени, воскликнул громким голосом. Господи, с невменим греха сего. И сказав себе почерил. Это первомущенник Степан. Его побивали камнями. Бывает бомба. Нечаянно повернешься. Обра что-то руку ударил. Смотришь, уже кожа сбитая. Ну до чего же слабое человеческое дело. Это камень, брошенный силою. Разбивали в дроби кости. А он молится. Те, которые убивали, они убили и пошли. Вот оно их учение какое. Но семя, которое было в его словах, дало росток. И из Саула получился Павел. Как бы оголоски. Зарях этой заповеди есть и в Ветхом Завете. Когда враги нападали на Израиля, Елисей однажды ослепил их всех. Что он им дорогой говорил? Вместо военачальника. Они идут, идут слепые, спотыкаются. А потом Господь говорит, открой его глаза, открыли. Так они не на границе, а в середине государства. Ну тут-то их побьют всех. Как все сразу за оружие. Господин, побить их надо, царь говорит. А ты их завоевывал. Ты их накорми, раны перевяжи, напой. Да и отправь их домой. И написано, так и сделали. Послушались. И больше никогда не нападали. Яков говорит 3.10. Из всех же уст, изо рта исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Из-за моего источника не течет сладкая и горькая вода. Нужно научиться благословлять. Благословлять для того, чтобы Господь открыл нам двери для благовестия. Вот еще что в этом. Когда враг увидит, что мы не враги, очень часто они начинают спрашивать, а за что тогда их угодят. Да вот они говорят, да вред какой они нанесли. Я был свидетелем, когда меня брали, во фронт заарестовывали, уже бумагу начали заводить. И на меня стоит грозный враг, уполномоченный по республике, и ничего не может показать. А офицер милиции записывает и говорит, ну все же, что он делал? Да если бы, то ты конкретно скажешь, что он сделал? Это он здесь такой только, а там он что делал? А что он там делал? Да он о Боге говорил. Он свернул бумажку, порвал, идите отсюда. А меня на машине привезли. Молитва, церковь, священник, вся церковь молилась, уменьшись сердца врагов. А когда путь человеку угоден Богу, Бог и врагов приверяет с ним. Не желая ему зла. Ио 31, 29, 30. Радовался ли я погибли врагам его? И торжествовал ли, когда несчастье, постигал его? Не позволял ли я уста моим грешить проклятием души его? Книга его считается одной из древнейших, может быть, даже древнее бытия. И уже тогда праведный человек говорит, что он не проклинал врагов. Как он мог до этого истичь? Нигде в мире нет такого закона. Надо обороняться, надо защищать свое жилище, копать окопы, проводить границу. Христианство ничего этого не знает. Притом может отомстить. Мы считаем, Феодор расплатил это житие. Как за ними гонятся воины, а их тысячи воинов, притом воинов храбрых, смелых. И они голову склонились, встали на колени, их как траву посекали мечами. И ни один не взялся за оружие. Почему? Мы христиане. Мы призваны только умирать. Эти души сразу же пошли на небо. Если ты в это веришь. Если веришь, скажи, Господи, помоги мне никогда не взрословить, говорящие вам обо мне плохо. Постарайся что-то его врага выискать. Добрую. Лука 23, 34. Иисус же говорит, отче, прости, ибо не знаешь, что делают. А если бы он не молился? Отец просил их. А если бы молился, просил их? Да нет, конечно, они пошли, такие же грешники. Они будут судимы, как распинатели сына Божия. Кто? Ну, один Калили там покаялся. Сотник Лонгин, больше мы не знаем. Кто еще покаялся? Воины так и пошли, завтра других распинатели. Это нужно нам. И главное, это пример. Пока нас не постигли еще великие искушения, надо заранее приготовить себя к этому. Однажды ко мне подходит генерал. В кабинете, в прихожей, когда я сидел к его начальнику, а тот выше. И тут много прокуроров, судей. И он увидел меня. Он привлек всех внимания. Говорит, вы знаете кто-то? Ну что, ты видишь, как одеты? Кто? Никто не знает. Первый раз меня видят. Он говорит, я его арестовываю. Мы у него все изъяли. А он вернулся, когда из этой ученики сказал, а мы о вас молились все время. Вы знаете, как мне это здесь? Он меня после в городе встретил, вы меня сразили. А судья мне и говорит, который осудил меня, вы, наверное, десятого колена нас всех проклинаете, детей моих. Нет, мы молимся за вас. С первого дня и до последнего, и сейчас. И надо было видеть этих людей. Если бы у меня была сила власть президента, я бы их наказал за несправедливое осуждение меня, я бы ничего не добился. А он говорит, я не знаю, чем помочь вам. Вот что на практике показывает прощение. А ты ожидал такой результат? Да, конечно, нет. Откуда я знал, что я с ним встречусь дальше? Тем более, он уже ушел. Теперь его и нет там, на пенсию. Евангелие 1 К 6, 28. Благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. А обид-то много у нас. Обижает близкие, соседи, начальство, власти. Обман. Всегда и везде. И обман бывает такой, что человек даже может и не думать, что он обманывает. А ты молись за него. Да что ему говорить надо? Скажи. Выговори ему написано. Пойди. Если покаяться, приобрел брата. А если не покаяться, и говорится дальше как. А если и тогда церковь не проснулся, что будет как-нибудь это. Тогда молиться за него уже не надо. И тогда молюсь. Но я вот просил и получил. Просил того, чтобы Господь врага обратил. Враг обратился. А теперь, теперь уже молитва благодарность должна идти. А если я молился, он не обратился в рак, и внезапно погиб. Не радуйся по гибели. Воскорби и скажи, Господи, если что можно сделать. Прости его, чтобы вот этот грех против меня, ему на следе Божьем не был уменен. Как на душе тогда делать далеко? Какую чудную заповедь дал нам Господь? В послании Крина 12.21 Считаем. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ты припомни, когда ты побеждал зло добром, не подвоем был, не нравится, плохо, обречили, даже несправедливо обречили. И тогда, когда ты молился, молился, не просто имя произнес, а с благодарностью, Господи, я благодарю Тебя. Этот человек сказал мне правду, а мне благо. Потому что Ты со мной, Ты позволил мне не озлиться, Ты положил мне на сердце молиться за него. Даже при несправедливом обвинении можно столько хорошего найти. Найти возможность поблагодарить Бога. А еще лучше, если ты врагу сможешь сделать доброе дело. Как она говорит, соседка враждовала со мной все время, вот когда по карточкам все выдавали, вначале перестройки. А я, говорит, имела возможность и достала лишнюю порцию мыла хозяйственного. Я, говорит, ей две пашки дала, и ее приобрела. Мы, говорит, готовы сделали с близкими, с ней. Она граждовала непрерывно. Ничего совершенно это не стоит. Сегодня сказать, да засмеешься даже. Молиться надо бы на так, чтобы ты понял, если ты его не простишь, молиться не будешь, он погибнет. И вот наше непрощение, это какая-то преграда, ров, которую надо засыпать прощением. Молитвы. Не будь побежден злом. Так, если я не прощаю, так это я побежден буду. Вот куда выходит слово-то Божие. Если я не побеждаю зло, то зло меня победит. Хотя я не справедливо пострадал, но именно я буду теперь уже побежден. И выход только один. Снова обратиться к Господу. Выполнить это невозможно. А что в войну мы должны были делать? Читайте порог о Иеремии. Он говорит, откройте ворота, пустите в город врага. И будет все по-другому. Так мы тогда побежденные будем. Мы всегда побежденные. Но написано, тот, кто в Господе, он раб, но свободный. Если мы будем на практике это исполнять, и даже в семейной жизни, у нас все эти скандалы, споры, постепенно все отойдут. Муж не так сказал, сделал замечание. Не погибнет. Сосед засловит. Что-то украли. Что делать? Ну не найдешь все равно. Господи, не воздай ему по его делам. Найди его. Если можно, то верни мне это. А если нет, пусть это будет как милостыня, которую я подал. Потому что враг ждет, чтобы мы возроптали. И главное его направление, чтобы нас вылезти из себя. А не то, чтобы мы какой-то ущерб побудовали. Самое главное, у него задача сбить нас с молитвы. И поэтому мы поражаем врага. Он никак не ожидает этого. Ну а кто еще поступает? Мусульмане не поступают, буддисты эту молитву не знают, безбожники о ней не слышали. Так нам что, сюда нельзя обращаться? Можно. Ему просто обязаны обращаться, когда враг не прощает, нападает, что делать. Но внутри, скажи, я его прощаю. Вот по своему закону, как хотите, поступайте. Почему апостол Павел говорит, требуя суда кесарю. Павел, требую. Иосиф вузык сидит и говорит, напомните обо мне фараона, я несправедливо сижу. Значит, можно, но на сердце знаний держать. Итак, будем благословлять гонителей наших, чтобы самим быть помилованными. И благословлять их, а не проклинать, чтобы нам самим не быть проклятыми. Аминь. Продолжение следует...